Знаете, я вообще ни разу не экстремал, не хожу каждый день по лезвию бритвы, а опасность не у меня в друзьях. Но даже у такого домашнего парня, как я, было несколько случаев, за которые мне могли дать премию Дарвина. Помню, в мои шкетские годы я иногда похаживал в художественную школу, но как вы можете заметить по кривой рисовке, довольно недолго. Так вот, в один зимний денёк я с товарищем, как обычно, шёл постигать секреты изобразительного искусства. Всем известно, что нормальные пацаны через ворота не ходят, они пролезают через забор. Я был нормальным пацаном, но далеко не самым умным. Смотря как аккуратно и неуклюже перелазит через забор мой товарищ, я решил, так сказать, понтануться и показать, как правильно нужно это делать. А именно, спрыгнуть с самого верха и приземлиться на одно колено, как супергерой. Но вот я уже стою на этом заборе, говорю ему, смотри как надо, делаю прыжок вверх, ииии штырь забора, зацепляется за громоздкий пуховик, протыкает его изнутри, и я повис, как распятое говно. Сказать, что мой товарищ засмеялся, значит ничего не сказать, он просто был в истерике. В это время я вешу, дергаясь, как эпилептик, потому что мой пуховик начал меня душить. Из-за того, что он был такой громоздкий, я просто не мог из него выбраться. Я хотел попросить помощи, по типу, эй, алё, я тут умираю вообще-то. Но всё, что я мог, это только кряхтеть и биться в конвульсиях под дикий смех. И тогда я подумал, всё, это конец. Я сейчас подохну под смех этого дебила. И возможно обосрусь. В итоге, каким-то чудом, мой приятель наконец заметил, что что-то неладно, и расстегнул мне пуховик. Мне даже страшно подумать, что было бы, окажись я тогда один. Детский труп, висящий на заборе, обосравшийся и задушенный собственным пуховиком. Думаю, сильно бы озадачил администрацию художественной школы. Я, кстати, ещё очень легко отделался, потому что штыри забора были реально острые. При неправильной траектории я мог просто упасть на них жопой. Так что, ребята, выбирайте ворота. Второй случай произошёл со мной не так уж давно. Мой друг позвонил мне и радостно заявил, что теперь у него появился... Автомобиль! И предложил прокатиться. Конечно, в качестве первой машины у моего друга не мог появиться Порш. Но это было лучше, чем Порш. Советский мускулкар под гордым именем Москвич 412. На ходу. Это было слегка голословное заявление. Потому как однажды даже угонщики не смогли с ним совладать и бросили через несколько метров. А всё потому, что вождение этого автомобиля было сродни эквилибристики. И завести его мог только мой друг. До этого момента я, например, вообще не знал, что в машине существует... Внимание! Подсосик! Я не шучу. Это такая штука внизу руля, которую вытаскиваешь и получаешь форсаж для бедных. Ну так вот, едем мы на этом скакуне города по городу. Выезжаем на перекрёсток и вдруг случилось невиданное. Наш крейсер заглох. Я поворачиваю голову и вижу, как на нас несётся на бешеной скорости огромный джип и водитель вообще не смотрит на дорогу. Я начинаю орать! Мой друг, судорожно пытающийся завести, тоже начинает орать. В штанах теплеет и в самый последний момент, прямо как в кино, на каких-то диких оборотах машина наконец заводится и мы едва не стали частью местных новостей. Кстати, водитель джипа даже ни на каплю не сбросил скорость. Кхм, бидер! Кхм, извините. Ну а на этом всё. Я почти уверен, что вы все ждали каких-нибудь трэшовых историй про то, как я дрался насмерть с проституткой с помощью батона и крабовых палочек. Или как меня откачивали медики после разрыва пакетика кокаина в прямой кишке. Но, к счастью, со мной ничего подобного не происходило. Если у тебя есть более интересная история, как ты чуть не попрощался с жизнью, напиши её в комментариях, я их всегда читаю. Ну и само собой, подписывайся на канал, ставь лайк и до новых встреч!